Сегодня после реконструкции возобновилось движение по бульвару электроаппаратчиков в Чебоксарах. Проезжую часть с протяженностью в 325 метров расширили с двух до четырех полос. Качество новой дороги оценил глава республики. Еще одной безопасной и качественной дорогой в Чебоксарах стало больше. По две полосы в обе стороны новый асфальт и ливневые стоки, наружное освещение. Реконструкцией занималась подрядная организация Дорекс. Стоимость работ составила более 48 миллионов рублей. Это значимо для всех нас, и для пешеходов, и для водителей, потому что дорога была разбитая. С каждым годом дороги, тротуары становятся лучше, дворовые территории благоустраиваются, капитальные ремонтуры, подъездные пути. И на самом деле у людей настроение тоже улучшается. Возобновление движения по бульвару электроаппаратчиков больше всего ждали автолюбители. Было закрыто когда, было очень удобно, приходилось разворачиваться. Вообще удобно, заезжать в магазин и вообще проезжать хорошо. Ветераны, работавшие когда-то на Чиазе, рады, что у бульвара такое название. Ведь когда-то этот участок был территорией завода. И это уже страница истории. Мне было очень приятно, когда сказали, открывают электроаппаратный бульвар, а где? Встреча на первой площадке. Я при том сошел на той стороне, прошелся с бульвара уже, думаю, о, по свежему бульвару. Безопасные и качественные дороги в рамках национального проекта строятся и ремонтируются по всей республике. Всего на развитие транспортной системы Чувашии до 2024 года планируют выделить не менее 23 миллиардов рублей. Ольга Алексеева, Надежда Яковлева, Павел Иридков, Республика.